Депутаты областной думы сегодня вновь делили дорожные деньги. Парламентариям представили проект распределения средств регионального дорожного фонда на следующий год. Сколько достанется Ярославлю, выяснила Яна Хромова. Жителям области будет комфортно ездить между городами, а вот внутри них, похоже, придется передвигаться по ухабам. Областное правительство предлагает выделить на все муниципальные образования всего миллиард рублей. Это даже меньше, чем в этом году. Из 20 районов повезло только четырем. Борисоглебскому, Большесельскому, Гавриловьямскому и Ростовскому районам. Им финансирование увеличили. Остальное выделение средств сократили, в том числе Ярославлю. Городу планируют выделить на дороге 238 миллионов рублей. Это на 22 миллиона меньше, чем в этом году. При этом в сентябре после встречи вице-спикера Госдумы Сергея Неверова с губернатором области и мэром Ярославля была озвучена сумма в 400 миллионов рублей. Почему все-таки от 4,5 миллиарда мы миллиард людей, или как говорится, миллиард 200, миллиард на муниципал, а не полтора? Основная часть денег должна все-таки направляться на исполнение полномочий нашей областной собственности. А муниципальным районам это оказание финансовой помощи в пределах тех следствий, которые возможны. Это 100 миллиардов, это просто мы так решили, потому что меньше мы не хотим на областные дороги. Не хотим и не можем. Почему вы не можете? Подождите секунду, где у нас написано, что средства дорожного фонда в муниципальном образовании не более 20%, а на областной дороге не менее 80%. Не всех устроил и процент софинансирования. Это те деньги, которые правительство предлагает добавлять из казны муниципального образования. Все районы распределили на 5 групп, в зависимости от численности населения. Там, где народу живет больше, тот и платит больше. Ярославлю предлагается добавить 40%, Равинску 30%. Я вообще никакой логики не вижу, никакого нет самобъяснения, почему мы должны ее повышать, эту долю финансирования. Все прекрасно знают наши дефицитные бюджеты, знают, что нам каждый год навешивают дополнительные полномочия, хотя дополнительных доходов нет. Только последнее, значит, повышение заработной платы на 400 миллионов рублей. В соцсфере. Просто повысить и все. А где их взять, никто не сказал. Это при дефицитном бюджете. И сегодня еще говорят, вы должны повысить долю финансирования. Никакого логического обоснования нет, кроме того, чтобы больше Ярослав с деньгами не приходил, не просил. Любопытно, что в проекте распределения дорожных средств на следующий год не оказалось ни одного Ярославского моста. Хотя другие речные переправы региона были учтены. В 2013 год мост вообще не заложен, потому что область говорит, что не подготовлена городом проектно-смертная документация. Город говорит, что документация готова. Необходимо делать мост Октябрьский. Иначе его просто службы закроют, и мы будем все пользоваться одним мостом, создавая неудобство всем гражданам. То есть это вот то, что необходимо сделать. Яна Хромова, Михаил Орлов, Городской телеканал.